Я бы Upvote глянул какой-нибудь. Upvote можно, потом Вульфа, а потом Адскую Кухню. Вот так можно сделать. Итак, жуткие признаки депрессии, блядь. Нихуясеме, дай посмотрим. Что самое худшее в депрессии? Что она может... Самое худшее в депрессии, блядь, что она уничтожает твои любые желания. И даже то, что тебе нравилось пизданически сильно, перестает приносить наслаждение. И даже мысли о занятии этом не приносят удовольствия. И ты как будто бы из-за этого опустошен и обезоружен. Ты просто, блядь, буквально, тебе все, все твои интересы как будто бы были уничтожены. И ты даже не знаешь, куда приткнуться. Вот. Может обладать сам... Если, например, тебе очень сильно нравилось играть в какую-то игру, как только у тебя начинается хуевое настроение, тебе даже хуево играется. Просто пиздец. Поддерживающимся механизмом. Чувствуешь подавленность, поэтому отстраняешься от людей. Отстраняешься от людей, чувствуешь еще большую подавленность. В итоге есть шанс вовсе не выйти из этого замкнутого круга. Отсутствие мотивации. Жизак. Все делать простые вещи, вроде умывания и чистки зубов. От этого депрессия лишь усиливается. Возникает порочный круг. Думаешь, блядь, потом какой ты грязный, что нужно почистить зубы, жопу, блядь, подраить. Вот. А тебе как бы, блядь, впадлу, не хочется. Ты это можешь там откладывать, это накопительное. Ты чувствуешь себя еще хуже от этого. Все становится тяжелее, абсолютно все. Кроме бумажника, он становится все легче и легче. Чувство вины. Чувство вины за то, что я не успеваю сделать все, что долго. Блядь, да, чувство вины, охуеть. Когда ты выпадаешь на какое-то время, у тебя накапливаются дела, и потом тебя это начинает нервировать. Чувство вины, ты пытаешься успеть что-то сделать. Ищи, ой, блядь, пиздец. Вина за ощущение того, что я подвожу других. Вина за то, что я не могу нормально проводить время с теми, кого я люблю. Понимать, что ты в депрессии, но быть физически и психически неспособным что-либо с этим сделать. Честно, то чувство, когда тебя и выпиливаться не тянет, но и существование тебе противно. Поэтому ты часто тупо сидишь, уставившись в стену. Как безумно трудно получить помощь. Тебе приходится часто отстаивать свои интересы, а ты просто не в силах этого делать. Если твой врач пренебрегает твоими жалобами, то тебе приходится заставить ее выслушать тебя до конца. Если какой-то психотерапевт тебе не подходит, тебе нужно попытаться найти другого. А для тебя-то поднять телефон и заказать пиццу, это что-то невразумительно сложное. У тебя нет страховки, и ты не можешь позволить тебе услуги психотерапевта? Может быть, тогда у тебя получится найти работу с подходящей страховкой? Но как это сделать, если у тебя совсем нет энергии? Это как если бы ты сломал ногу, и тебе пришлось бы карабкаться на гору, чтобы добраться до больницы, где тебе наложат гипс. Забывчивость и вялость. Я так устал от всего этого. Блядь, забывчивость и вялость. Полностью согласен. Ебануться, блядь. Уф, моему парню частенько приходилось брать меня за руку и усаживать на диван, потому что я бродила по квартире как привидение. Забываю, что я хочу сделать. Но по словам моей матери, это нормальное поведение. Нет, мама, разовый подобный случай это нормально, а недели, месяцы, постоянной забывчивости и отсутствия внимания нет. Когда мысли о самовыпиле перестают быть чем-то страшным, а становятся просто еще одной частью жизни. Надо поесть, хочу сдохнуть. Нужно принять душ, надо бы прогуляться. Хм, а что если я прыгну под машину? Надо помыть посуду, прикольный сериал. А может выпилиться кухонным ножом? В какой-то момент становится трудно осознавать, что жизнь без депрессии вообще возможна. У меня одна неприятная хуйня, я растягиваю то, что мог бы сделать сегодня и выполняю ее в спешке в последние часы. Но у меня вот не в последние часы, но я тоже бывает, у меня копятся дела и они, допустим, все очень легкие. То есть мне надо, в принципе, сесть просто и буквально все сделать, ну, я не знаю, за 30 минут, даже может быть за 40, да? И я как бы, все, все дела будут сделаны. Ну, я что-то такой, как бы, да ладно, потом, потом, да и потом, потом, а потом, блядь, ты такой забываешь, что что надо сделать, блядь, пытаешься вспомнить еще что-то, ёптвою мать. Собеседование при приеме на... Это русский принцип ведения дел? Да, это русский принцип ведения дел, именно так. Работа становится интереснее. Кем вы видите себя через 5 лет? Трудно сказать, не думал, что проживу так долго. Что? А, я имею в виду менеджером по продажам. Через 5 лет я буду менеджером по продажам. Отсутствие интереса в чем-либо. Ничто не привлекает твоего внимания. Все кажется скучным. С одной стороны, ты знаешь, что тебе, скорее всего, было бы полезно заняться тем или иным делом. Но перед тобой возвышается слишком большая гора, на которую нужно подняться, чтобы тебе стало интересно. Одиночество? Да, 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 да. Тво, скука, отсутствие интереса и стыд, который ты чувствуешь из-за этого. Меня ничего не может заинтересовать. Я ничем не хочу заниматься. У меня нет хобби, в результате чего мне очень скучно. Я сам себе надоел. Как же я могу быть интересен другим людям, если мне не о чем с ними поговорить? Как же все-таки ужасно не иметь возможности обогатить свою жизнь из-за отсутствия интереса? Чувство, что ты ничего не чувствуешь. Невозможность сосредоточиться, отвлечься, сходить куда-нибудь. Ничто больше тебя не увлекает. Это как находиться в запертой пустой комнате. Я думаю, это действительно худшее, что есть в депрессии. Кстати говоря, на удивление, ну, люди хорошо описывают все эти чувства. То есть ведь вот большинство вещей, которые я вот здесь слушаю, все совпадают. В тот момент я все еще помнил, каково это испытывать любые чувства. Но я просто не мог ощутить их вновь. Единственное чувство, которое пришло ко мне тогда, был гнев. Поэтому я решил, что буду отталкиваться от гнева. Через него я перешел к следующему шагу, разочарованию. А после него ко мне постепенно возвращались и другие чувства. Я все еще в процессе, однако могу похвастаться, что три дня назад, после многих лет работы над собой, я наконец-то почувствовал настоящее счастье. По правде, я боюсь снова откинуться назад. Надеюсь, я смогу и дальше пробивать себе дорогу, применяя свою технику. Отчаяние, которое наступает, когда ты чувствуешь, что никогда не сможешь найти выход из этой ситуации. Ты ненавидишь жизнь, ненавидишь себя за то, что ты еще жив. А есть еще другая хуйня. Ты бывает, себя самообманываешь. Ну, блядь, нет, не то чтобы самообманываешь. Я сейчас скажу, как. Короче, ты понимаешь, что не можешь что-то сделать или с кем-то что-то сделать. Но намеренно окунаешься туда в надежде, что ситуация, в которой ты окажешься, просто заставит тебя совершить определенные поступки или действия. Потому что у тебя не будет пути назад. И когда наступает этот пик, когда ты должен совершить действие или поступок, ты понимаешь, что не можешь его сделать. Но загнал себя в жопу, когда уже должен это сделать. Потому что если ты это не сделаешь, будет еще хуже. Вы поняли, о чем я? При этом ты знаешь, что тебе еще долго жить. Пиздец выматывает. Жизнь коротка. Да нихрена подобного. Жизнь очень длинная. Она и не думает кончаться. Когда окружающие люди бес... Привет, Кладкул. ...бесят тебя, напоминая, как много у тебя причин для того, чтобы не быть в депрессии. Будто, блядь, это был твой выбор. О, понимаю тебя. Мой парень тоже самое сказал бы о тревожности. Все же ведь хорошо. Почему ты тревожишься? Вероятно, худшее, что... Но я могу сказать, как человек, который три года просидел дома, это твой выбор. И можешь его изменить только ты. Это твой реально выбор. Это твой выбор. Начало, какой-то триггер, да, он может от тебя не зависеть. Да, ты можешь погрустить. Но когда ты затягиваешь эту историю в пизданическое долгое приключение, когда у тебя эта хуйня месяц, два, полгода, год, блядь, два, это исключительно твой трабл. Исключительно, блядь, это твоя проблема. И, да, когда ты в этом находишься так постоянно, это твой выбор осознанный. Реально твой осознанный выбор. Я могу, блядь, по себе просто это сказать, чуваки. Прям вот... То есть депрессии для меня это отрешенность. Проходя различные стадии депрессии, я теряю способность разговаривать с близкими мне людьми. И мне трудно снова открыться или протянуть руку помощи. Тяжелее всего, когда я непреднамеренно причиняю боль кому-то из моих близких. Я очень отзывчивый и эмоциональный человек. Но когда меня накрывает депрессия, я теряю эту способность. И это полный отстой. Еще одна вещь, которая, я думаю, идет рука об руку с отрешенностью, это отсутствие заботы о себе. Когда я пытаюсь сделать что-то для себя, то сразу начинаю чувствовать вину. Кто-то может увидеть в этом эгоизм, но пренебрегать всем и не иметь возможности ничего с этим поделать из-за депрессии, это не эгоистичный поступок, а скорее крик о помощи. Чувство, что все, что ты делаешь, в 10 раз тяжелее, чем на самом деле. От этого ты морально истощаешься. Даже принять душ кажется каким-то большим делом. Да, каждая мелочь воспринимается как какое-то трудное дело. Но знаете, как я заставляю себя принимать душ каждый день? Я задаю себе вопрос, что бы я выбрал, быть грустным и грязным, или грустным, но чистым? Ответ, само собой, грустным, но чистым. Душ действительно того стоит, даже если он улучшит ваше состояние всего на 1%. Приходится объяснять свои чувства родным, а они при этом говорят тебе, что ты притворяешься, чтобы не ходить на занятия. А на следующий день, после того, как ты пытался покончить с собой, тебя вдруг спрашивают, а почему ты ничего нам не сказал? Рассказал отцу о том, что у меня уже... Вот это звучало странно немножко, честно говоря. Вот этот пост, блять, влажненький, молясь, ну честно. На удивление, не было кучи людей, которые... Ой, у меня депрессия, жалеете меня? Ну, да, но вот это вот влажненькость сверху. ...уже больше 5 лет депрессия. После объяснения причин ее... Реальные истории, о которых невозможно молчать. ...возникновение. Он просто посмеялся и сказал мне думать более позитивно. Спасибо за помощь. Когда ты полностью осознаешь, что тебе нужна помощь, но ты все еще не можешь собраться силами и признаться в этом. А еще мысли о том, что, возможно, ты теперь всегда будешь чувствовать себя только так, и у тебя нет выхода. Когда ты полностью осознаешь, что ты не один, но все равно чувствуешь себя одиноким. Знаешь, что вокруг тебя есть люди, которым не все равно, но ты все еще не в состоянии поверить в это. Это, кстати говоря, нихуя особо не помогает. Даже когда ты знаешь, что ты кому-то нужна. Даже если у вас есть родители, и они вас любят, и реально понимают, какое у вас состояние, готовы вам помочь, как-то поддержать. Вообще похуй на это. Вот вообще похуй. Ты как бы понимаешь, да, что они переживают и любят их. Ну, тебе похуй. То есть тебе не становится от этого легче, от этого факта. Даже если появляются какие-то бабы или друзья, которым ты тоже становишься там небезразличен, и они там что-то переживают, вот это не помогает, сам этот факт. То есть тебе, на самом деле, все равно. Ну, по крайней мере, у меня было так. Когда все только и говорят, будь мужиком, соберись и так далее. Было бы все так просто. Все потому, что эти люди никогда не сталкивались с подобной ситуацией. Все вокруг точно знают, как решить проблемы, с которыми они никогда не сталкивались. Их уверенность исходит из того, что у них нет ни малейшего понимания проблемы. Они даже не осознают, какие они болваны. Чувства... У меня есть друзья, родители, но я одиночество ощущаю, капец. Ну, это смотря с чем связано. Либо надуманное тобой, либо фактическое. Если у тебя есть друзья и родители, то, возможно, проблема в непонимании. Для того, чтобы ощущать то, что ты не одинок, нужны не люди вокруг тебя, а люди, которые тебя понимают. Это очень важный момент. То есть люди, которые осознают твое мышление, осознают твои чувства. Именно в этот момент мы чувствуем, что мы не одиноки. Пропадает чувство одиночества. Когда у тебя просто есть много хороших людей вокруг тебя, они там, может быть, за тебя переживают и так далее, но не понимают тебя, в этом случае ты чувствуешь себя одиноким. Понимание. Это вопрос понимания. Вот. Поэтому можно иметь друзей, но чувствовать себя одиноким, потому что друзья тебя не понимают. То есть друзья могут с тобой тусить, это одно дело. Но вот понимать тебя, они могут просто не уметь. Я думаю, что депрессия никогда не пройдет. Она может утихнуть, но все еще будет таиться где-то глубоко. А еще мне не нравится то, что это состояние может длиться круглый год. Все говорят, как они любят лето, но для меня лето тоже тяжелое время года. Я просто хочу изолироваться ото всех. Я часто слышу, как... Не расскажешь, какие цепочки действий или островки, за которые цеплялся, когда из этой кринжухи вылазил. Слушайте, я не знаю, как я бы вылез. У меня просто тогда появилась девушка. Как бы это странно ни было, но я сидя дома, все равно завел девушку. Короче, когда у меня была вот эта ебанутая депрессия... Да меня... Короче, блядь, рассказываю, как... Тянг помогает, но временно. Смотря какая. Короче, как это было? На самом деле все произошло случайно. Мне постоянно так или иначе пишут какие-то девки, блядь. И тогда было то же самое. Короче, мне писали девки, я как-то игнорил, игнорил. Ну, не знаю, блядь. И вот в один момент что-то я решил ответить. Ну, вот как-то вот, блядь. Да. Ну и там закрутилось, и меня начали пытаться вытаскивать из этого говна. В целом, вот мне это помогло. Но мне было прям очень хуёво, потому что под конец, вот прям перед этим, перед тем, когда это произошло, мне было ну настолько хуёво, что уже все, блядь. Я там уже был буквально, буквально, блядь, без прикола на грани. У меня уже были такие панические атаки, такого уровня. Это, блядь, я вспоминаю, что творилось в моей комнате. Блядь, чуваки, это пиздец. Я сейчас вообще не представляю. Я вспоминаю тот момент. Вы же просто нихуя не знаете и не видели. Но я вот сидел в своей комнате круглый день на протяжении нескольких лет. Ну, три года. Три года я там сидел. И ебать, блядь, я даже не знаю. Я вставал. Я просыпался где-то в шесть вечера, в пять, в шесть вечера. Я сразу же подрубал стрим, сразу же. Я стримил на полном разъёбе. Выключал стрим. Ел. А потом у меня, блядь, а потом мне так было хуёво. Потом у меня, а потом я, короче, вот сколько было. Ну, где-то вот всё утро, получается, ночь. У меня был жёсткий расколбасный. Было настолько хуёво. Меня так жёстко разъёбывало. Блядь, мне тут так панические атаки ебашили по любой хуне. Я не знаю, блядь, я просто даже не знаю, как словами объяснить. Было настолько плохо, что я думал, что я выпилюсь, блядь. Я вот, в принципе, был к этому готов. Единственное, что я вот не понимал, как бы, смысл выпила, потому что я не верю в продолжение жизни. Я уже, ну, вы это знаете. И как бы я такой, блядь, это отстой. Ну, типа, я выпилюсь, а я не буду жить дальше. И, ну, то есть не поможет нихуя. Я-то как бы хочу просто избавиться от дерьма, но при этом хочу продолжать жить. А смерть, она для меня конец. И, ну, и пизда, блядь, и чё умирать. То есть, понимаете, в чём вся хуйня? И, типа, даже сдохнуть не прикол. И сдохнуть не прикол, и жить не прикол. И ты такой, блядь... И ты уже не знаешь, чё, блядь, просто делать. Вот, не знаю. И... И да. Я вообще ни с кем не общался. Вообще ничего никак. И... да. А потом, вот, да, из-за девки я начал потихонечку убираться. Но я ещё сам себя начал хуярить. То есть я ещё сам начал с головой своей работать. Вот, просто пиздец. Я... Блядь, я... Вы не представляете, насколько... Как я сильно поменялся. Вот в голове. Буквально за последние... Четыре года. Всего, кстати говоря. За последние четыре-пять лет я так сильно поменялся. Это просто охуеть. В лучшую сторону. Хотя сейчас может казаться, что это не так. Я избавился от такого количества проблем в своей голове. Я избавился от такой просто мегатонной дерьма. И я вспоминая, вот говорю, прошлое, то, что со мной было. Я даже не представляю, как я вообще жил. Блядь, я не понимаю. Я не понимаю, как я жил. Я вот сейчас, если окажусь в такой же ситуации... Блядь, я даже не знаю, как я буду. Я просто... Настолько было хуёво, что... Всё вышло из-под контроля... Ну, и понятное дело, я уже сидел... Вот в самой последней хуйне я уже упарывался таблетками. Потому что я уже, ну, совсем не мог. Вот совсем не мог, блядь. И я помню, вот моя девушка, Полина, она мне говорила, чтобы я не сидел на таблетках, а мне было с них хуёво слезать. Очень хуёво. Потому что без таблеток я был вообще в говно. И, по сути, я перестал принимать таблетки, потому что она меня просила перестать это делать. Я сидел без таблеток, и мне было ебать как хуёво, потому что у меня были отходники. Я уже привык очень жёстко. Я же ещё, блядь, курсил там x2, x3. И... Ну, то есть я просто под кайфом был. То есть я не просто таблетки хуёвил, а прям был хуй под кайфом сидел. И мне было очень тяжело, потому что когда я привык, что когда меня начинало нахлыновать, я начинал закидываться. Я, как правило, закидывался постоянно перед стримом, потому что... Ты обращался к специалисту? Я обращался к специалисту, потому что мне нужен был рецепт. Мне нужен был рецепт, без них я не мог купить таблы. И я обращался к специалисту. Я даже с Полиной туда ходил. Это уже было потом. Я к Полине уже ходил, когда я был без таблеток. И просто вытаскивал там рецепты. Всё, в принципе. И всё. Но специалист, потому что был абсолютно бесполезен. Я вот ещё раз говорю по себе. Реально надо вот самому в первую очередь как-то захотеть что-то пытаться сделать. Я не знаю, как это объяснить. Но я тогда, когда немножко вырвался из своего состояния, я понял, что так не может продолжаться. Никоим образом. Ну, не может продолжаться никак. Я понял, что жить я так не хочу. Это не круто. Это не кайфно. Это, блядь... Особенно, когда я вырвался. Вот, знаете, пока я был в этом состоянии, мне оно не казалось настолько деструктивным. Но как только я оттуда чуть-чуть вырвался, я понял степень деструктивности происходящего. А это было колоссальное, блядь. Колоссально просто. Просто пиздец. И я могу вам сказать еще то, что когда я с этим совсем разобрался, у меня жизнь, она пошла вот так просто полетела вверх. По всем фронтам. Вообще по всем фронтам, блядь. От самого банального этой деньги до, блядь, всего. Просто полетела вверх, понимаете? Я там за какие-то потом короткий срок, блядь, пятилетку, нахуй, сделал. Ну, условно говоря, просто у меня, блядь, все взлетело в пизду. Я понял, какой потенциал вообще, как все, как я уничтожал в себе, блядь. Ну и в принципе стало охуенно. Ну в принципе стало заебись. И вот сейчас я чисто на чиле, на расслабоне, понимаете? Чисто пивасик пью, блядь. Ну я пиво не пью, это мемы, если что. Вот. Сейчас вот заебись. Да, мне сейчас бывает грустно. У меня бывает плохое настроение. Но оно у меня бывает сейчас как у нормального человека. Ну потому что плохое настроение, это нормально. Оно у всех бывает. Вот. Но у меня больше не бывает вот этих панических атак. У меня не бывает какой-то деструктивной депрессии. Какой-то, блядь, прям пиздеца лютого. То есть этого больше нет. Да, бывает грустно. Да, бывает я неэнергичный. Я могу быть и злым, и раздраженным. Как и любой из вас. Это обычно. Это нормально. Такое бывает. Вот. Но ничего ебанутого. А представлял, чего бы ты добился, если бы этого периода не было? Да мне было похуй, честно говоря. Потому что... Это ты тогда исхудал? Да. Да. И тогда еще я исхудал. Но не только из-за депрессии. Я за питание еще взялся. Вот когда началась вся эта хуйня, я еще взялся за питание. То есть, я даже помню, как это произошло. Я подошел к зеркалу. Это типа супер банально. Я подошел к зеркалу в ванной. Было... Я ложился где-то там, не помню. Я ложился где-то, может, в 10 утра. Прикиньте, в 11 утра ложился спать только. И я помню, как пошел в ванную. Что-то просто ебало сполоснуть. И я посмотрел на себя, блядь. Вот, прикиньте, я каждый день на себя смотрел. И я как-то похуй было. А вот тогда меня прям переклинило. Вот это все изменилось, ребята, за один день. Я прям клянусь, один день, прикиньте. За один день. Буквально один день. Момент. Я подошел в ванной к зеркалу, посмотрел на себя и прям вслух сказал, как в кино, блядь. Сам себе сказал, типа, блядь, какой пиздец. Я что-то там сказал, короче, вот что-то такое, типа, блядь, чувак. Но как-то сам к себе обратился. Ну, да. Да, Сабдвач сказал, да, так и сказал. Вот, и прямо, прямо после этого, прямо после этого, как только я проснулся, первое, что я сделал, это пошел серфить информацию, потому как в домашних условиях можно начать убирать вот всю эту хуйню. Я прочитал килотонную информацию, просто килотонную. И прикиньте, я смог правильно составить рацион. Реально правильно. Это был пиздец. Я составил правильно рацион, закупился там и рыбой, и еще конь хуйней, и так далее, блядь, и так далее. И начал жрать строжайше, блядь, вот правильно. Я исключил газировку с сахаром, я начал пить без сахара, и исключил лишние чипсы и прочее дерьмо. Я мог купить чипсы, но я не жрал их. То есть, не было такого, что я прям сижу на них. И также я нагуглил, значит, я нагуглил кардио-тренировки домашние, без тренажеров и вообще без всей хуйни. Что можно сделать с своим телом? Еще с учетом того, что я был жирный, чтобы не разъебать колени. Нашел все, блядь, сделал, и начал просто это делать. Просто начал сделать, на похуй, просто делал, блядь. Вне зависимости от того, помогало это, не помогало, хорошо это было, нехорошо. Я просто делал, я просто поставил себе задачу просто делать, просто так. Даже если я не замечал результатов, я просто делал. Просто делал, похуй, блядь. Не видно результатов, я все равно делал, блядь. Я делал и делал, делал и делал, делал и делал. Каждый день. Вот. Там не были какие-то жёсткие тренировки, это было просто размять тело, ну вы поняли, я понимал, что мне нужно двигаться, и результат не заставил себя ждать, блядь, за где-то за 3 месяца, блядь, точно не спешу, блядь, ну не хочу пиздеть, но примерно, я сейчас не могу сказать точно, я потерял порядка 40 килограммов, наверное. Вот, у меня одежда летела просто вот так вот, блядь, просто вот так вот, блядь, блядь, вот, где-то такой результат был у меня, но потом, вот я уже говорил, типа я был супер, супер, блядь, худым, и так далее, сколько минут кардио, у меня уходило примерно 45-50 минут, с моим темпом того, как я делал, но многие вещи мне было делать тяжело, и вот всякое такое, в принципе, всё, да, больше вроде бы и нечего рассказать, Короче, и это вот так вот произошло, прям за один день, вот просто буквально, я вот Полине то же самое рассказывал, я помню, что, говорю, прям буквально вот вчера, я был другим человеком, и на следующий день я решил стать другим, я понял, что хватит, за один день, не было никакой-то подготовки, я не откладывал ничего на понедельник, Я просто такой, всё, хорэ, это пиздец, это полный, я не хочу быть такой, всё, нет, полный отстой, чувак, забей, дерьмо, завтра, всё И могу сказать, что одно из самых жестких для меня было, это разобраться в информации Я очень замкнутый человек, я сейчас гораздо более раскрепощенный, но тогда мне было тяжело даже позвонить куда-то, я очень стеснялся какой-нибудь там, даже нанять какого-то фитнеса, чувака, который бы мне расписал всё, мне как будто было стыдно, и мне было не по себе рассказать про своё состояние, что мне нужно, и это ставило мне палки в колёса, по-хорошему мне нужно было обратиться просто за консультацией, заплатить за эту консультацию час, где мне всё бы сделали, и всё Но из-за того, что у меня были вот эти барьеры, и мне пришлось делать это самому, самому, мне пришлось самому И самый большой барьер для меня был, это сесть и начать читать и разбираться, прокручивать кучу информации Всё как это работает, примерно это всё рассчитывать, блять У меня был блокнот на компьютере, где был распределён мой рацион по каждому дню Единственный нюанс, я очень сильно боялся неправильно перерассчитать рацион, у меня был такой дебильный страх Что когда я увидел первые результаты на моём первом рационе, я его не менял, до, вот прям до конца Он был неизменен, раз за разом я ел одно и то же, каждый день, вот как рацион был составлен в первый раз, он не изменился до самого конца Я не ел новых продуктов, не разнообразил свой рацион, всё было одно и то же Потому что я настолько был привязан к цели результата, что боялся внести даже малейшую погрешность Я настолько заморочился и загнался, что я боялся даже заменить один продукт, хотя он бы в целом подходил Потому что я боялся, что это повлияет на общий результат и всё пойдёт по пизде И я настолько этого боялся, что я жёстко хуярил в строжайших вот этих вот штуках, не отходя ни от чего Что ты ел? Рыба, овощи, запечённая рыба, значит опять же овощи, консервы, например рыбные в собственном соку, не в масле Потом что ещё я ел? Бобы Гречка, рис Варёная курица Без кожи Без кожи Я уже и не вспомню До хуя было что расписано, честно, сейчас уже трудно вспомнить Какой там был рацион, но вот в целом вот такая была хуйня Что-то там ещё было Что-то ещё было, сейчас Нет, говядину не ел Не-не-не, говядину не ел, мне было впадло её готовить Мне гораздо было проще приготовить курицу Курица варилась, а рыба запекалась, было очень легко Рыбу запекал в фольге А, на рыбу клал ещё ломтик помидора, чтобы не сушилось Вот, что же, блядь, что-то ещё было Короче, ну вот всякое такое Блокнот тот остался Нет, блокнота уже нет Это уже было так давно, что уже нет Полностью отказался от жареного Да, в моём рационе полностью отсутствовало жареное Полностью В моём рационе полностью на тот момент отсутствовало сладкое Я получал сахар, но не путём сладких пирожков И у меня было абсолютно к минимуму сведена соль Соль я потреблял только для организма, потому что соль необходима Но всё, что сверху, полностью игнорировалось Всё было без соли Да всё вроде бы А, мучного абсолютно у меня не было Вместо мучного у меня были эти Тонкие такие, безвкусные хлебцы Хлебцы, полезные злаки и так далее Хлебцы специальные покупал Потом Блядь, больше что-то ещё Ну, короче, вот так вот, блядь Нет, режим сна мне соблюдать не удалось Он, режим сна у меня немножко поправился Чуть-чуть Но в целом был абсолютно неправильный Но мне это не помешало Мне это не помешало А фрукты ел? Да, я брал апельсин один После тренировки Резал его надвое И ещё надвое Каждую дольку И просто выпивал вот так сок Но вообще Фрукты необязательные И фрукты Они очень, на самом деле, вредные Это тупо звучит, но это правда С фруктами нельзя перебарщивать Их нужно совсем чуть-чуть Этого более чем достаточно организму Фрукты очень сильно провоцируют Там очень много фруктозы и прочего хуйни Она провоцирует и ожирение, и прочее дерьмо С фруктами нужно быть очень осторожным Да Вот, поэтому То, что, типа, вы можете есть фрукты Сколько хотите Потому что они полезны Это враньё Это ложь Это враньё Ни в коем случае этого не делайте Вот Кури... А, да Куриные яйца я ещё ел Я делал яйцо пашот Когда белок цельный А желток Немножко сыроват Да, вот ещё что я ел Молочку, смятку А, обезжиренный творожок я ел С заменителем сахара Обезжиренный творожок И ещё Очень полезно Я выпивал Максимально-минимальной жирности Кефир Кефир Вот ещё что вспомнил Вспомнил Вот ещё что было Что ещё Это не пашот Но я не помню, как оно называется Это яйцо ебаное, блядь, такое Ну вот такое В смятку А, в смятку, точно У тебя было финансовое накопление Что смог три года жить Сидя дома Во-первых, я стримил И мне дохуя донатили А, во-вторых Ну, у меня, да В целом Были деньги На улице много гулял Не гулял на улице Вообще Я не выходил из дома Очень редко Только когда У меня ещё работа тогда была Аутсорс Вот Я ещё работал Ну, ещё Короче, с деньгами Проблем не было На этом На улицу я не выходил Когда нужно было выходить То есть, обычно на улицу я не выходил Такое питание дорогое выходило На самом деле Да я не помню Не очень Нет, недорого Недорого Потому что я не заказывал Вот всё так Ну, в смысле, не заказывал Готовые рационы Имеется в виду Я заказывал просто еду Но не рационы Поэтому он выходил нормально Сколько ты спал на тот момент? Блядь, со сном были проблемы большие Нет, вот сон был очень плохой Я думаю, что если у меня не было проблем со сном Я бы лучше был Ну, всё было быстрее Быше даже было Как знакомые отреагировали На такое до и после? Я ни с кем не общался Очень давно тогда Много лет не поддерживал Ни с кем контакты Абсолютно В реальной жизни Так что Особо никому не было удивляться Звучит лучше Моя депрессия Моя депрессия Моя депрессия Невероятно долгая И в отличие от Пиздестрадальцев В тиктоках Она абсолютно реальна И, к сожалению, максимально ужасная Скажем так Я не могу, наверное, рассказать это Ну, наверное, не то, чтобы не могу Я не хочу это рассказывать Ну, в общем-то Где-то 18-19 лет Короче, у меня в целом была Такая достаточно хуеватая жизнь И началось Такое Я начал понимать, что что-то меняется Не очень хорошо Где-то 18-19 лет Ну, плюс-минус И вот с того момента У меня начался Точка отчета И вот, кстати говоря Пик наступил Прям самый ебанутый пик Этой всей хуйни Он наступил у меня Примерно 5 лет назад По-моему, где-то так Это был все прям Это был Это был Там мне нужно было решать, что делать Значит Началось все с того Что просто была депрессия Ну, типа, обычная депрессия Ничего такого Ну, как мне казалось Обычная депрессия Вот Типа, просто, ну, там Плохое настроение И так далее, и так далее Потом все это, конечно Начало затягиваться То есть Я сам не заметил Как мое состояние Затянулось То есть оно стало нормой Я начал себя чувствовать Еще более хуево То есть я как бы Жил в этом состоянии Оно никак не проходило А тогда, кстати говоря Я уже Я не сидел еще дома Я работал там И Карамбия Было Какие-то там даже видосы То есть у меня была На самом деле активная жизнь Активная Но она не помогала никак То есть у меня была Активная жизнь Меня окружали популярные люди Интересные Там, блядь У меня было Ну, просто Просто пиздец Ну, то есть я как бы Но это абсурд Мне было похуй Все равно Все равно Вот это вот, блядь Перепад Вот это вот Вот это вот Все было Очень странная хуйня Потом В какой-то момент У меня состояние Стало следующим Значит Я Был в состоянии Полного дерьма Скажем так Но не испытывал Никакого дискомфорта То есть я не знаю Как это объяснить Я прям эмоционально Был период Я не испытывал Вот конкретно От этого состояния Какой-то проблемы То есть оно у меня было Но эмоционально Вот химически Не было каких-то вот Острых переживаний Или еще чего-то Значит А, еще один нюанс До этого у меня была одна Очень странно объясняешь Для человека Который Не понимает О чем идет речь Это странно Значит Еще один нюанс Собол, о котором сказать До этого у меня была проблема Которая в целом сохранилась Ну сейчас она уже по-другому Сейчас Короче сейчас Ну типа сейчас Сейчас это незаметно особо Может быть местами У меня есть проблема С эмоциональной дельтонией Это Прикол в том, что Я плохо Идентифицирую эмоции И По сути В большинстве случаев Когда особенно Я нахожусь в больших компаниях Я мимикрирую Ну не то, что мимикрирую Нет, неправильно Я Осознаю головой Какую эмоцию Я должен выдать Но не путать С лицемерием Это Как бы вам объяснить Блядь Даже не знаю Как объяснить-то Блядь это В общем На эмоциональном уровне Вы не ощущаете Определенного спектра Вот этих вот Возбуждений разных Да, вот Я не про сексуальное возбуждение Там, да Вот Грусть и печали Ты плохо понимаешь И считываешь Вот эти вот Эмоции человека С которым ты общаешься Кстати говоря Это причина По которой я могу Очень часто Кого-то задеть Я плохо понимаю Вот Особенно в жизни Что он чувствует Мне кажется Что в этом нет Ничего такого А человек на самом деле Находится в глубоких Каких-нибудь переживаниях Блядь Сейчас с этим проблем Меньше Потому что Я гораздо лучше Ориентируюсь И все окей Но это была проблема Она вот Чуть-чуть была Даже раньше То есть Вот у меня была Такая хуйня И Я вошел Вот в это состояние Когда мне было плохо Но я не испытывал Дискомфорта У нас Короче Оказалось Если говорить Популистичным языком Чтобы Не ставить Конкретные диагнозы Мы определим Это в общую структуру Она существует Это большое Депрессивное расстройство Вообще Оно включает В себя Спектр Расстройств Спектр проблем С психикой Там Или как это точно Называется Которые Вот У вас Нарастают Друг за другом И Когда-то Достигают Пика А если быть точнее Точка Точки Невозврата На самом деле Игнорирование Любой депрессии Которые затягиваются Очень опасная штука Потому что Вы Рано или поздно Дойдете До точки Невозврата Где Ваше Восприятие Или какие-то Другие нюансы Изменятся Уже безвозвратно И вам Уже Нужно Будет Учиться С ними Жить Это Очень Важная Проблема На нее Надо Обязательно Обращать Внимание Обязательно Фиксить Если вы Понимаете Что у вас Очень Долгое Затяжное Состояние Вы Обязательно Должны Обращаться К специалисту Либо что-то Делать Иначе Вы достигнете Точки Невозврата И вот Тут Начинается Самое Страшное Теперь Смотрите Как только Оказывается Когда я вошел В состояние Когда мне было Очень плохо Но я не чувствовал Именно Короче Просто жил В этом Воспринимал Как норма Тогда я еще Не знал Но оказывается Это была Точка Невозврата Причем Она так И определяется И вот С этого Момента Началось Более Активное И быстрое Ухудшение Состояния То есть Я вот Прекрасно Помню Что это Наступило У меня По-моему Это я был На Карамбе Вроде бы В те времена Еще И я вот Помню Как это Началось И вот Состояние С того момента Начало Вот так Вот прям Достаточно Быстро Ухудшаться То есть Мое Восприятие Настроение Я вот Я снова Начал Ощущать Вот это Вот пиздец Но совсем В другом Каком-то Моменте Начали Появляться Панические Атаки Начиналось С какой-то Полной хуйни А дошло В итоге Вот В самом конце До потери Сознания То есть У меня были Черные пятна Перед глазами Блять Я пытался Зарыться Под одеяло Блять Чуть ли не Переворачивал Матрас В своей комнате Чтобы под него Лечь Я не знаю Как это объяснить Короче Вы пытаетесь Блять Не знаю Не знаю Как объяснить Вы пытаетесь Блять Даже не знаю Реально Как объяснить Что вы пытаетесь Сделать Вы пытаетесь Как будто бы Заглушить Короче Вы закрываете Глаза Закрываете Уши Максимально Давите на себя Какими-нибудь Предметами Блять Звучит Очень кринжово Но Просто не знаю Как вы это Объяснить Типа Это на самом деле Так и выглядит Кринжово Но На самом деле Страшная хуйня Вот Кстати говоря Большое количество Самоубийств Совершается Именно Под панической Атакой Под панической Атакой Потому что люди Выходят в окно Чтобы мгновенно Прекратить это состояние Так вот Ну вот Это было в пике И вот короче Оно вот так вот Понарастало И дошло до того Что я уже заперся дома Это уже был все Полный пиздец То есть Я буквально Заперся дома Я не общался с людьми Я не гулял с ними Я не выходил на улицу Выходил Прям Ебать Как Просто по надобности Супер исключительной Связанной с работой Или какой-нибудь другой хуйней Ну это блять буквально Случалось раз В какой-то пиздец Блять Значит помимо этого Помимо того Что у меня была Паническая атака Проблема с определением эмоций Большое депрессивное расстройство И вся эта хуйня Суицидальные мысли Это пограничное состояние У меня появилась Еще одна проблема Из-за того Что я долго Не выходил на улицу Мне стало страшно Выходить из дома Но Страшно в каком плане Не в плане того Что я не мог Переступить порог В плане того Что у меня появилась Гипертрофированная Мнительность И чувство Не знаю Как оно называется У этого кстати Есть определение Я сейчас объясню Вы поймете Когда я выходил на улицу Я чувствовал себя Во-первых Ебать Как дискомфортно И волнительно Поход на Значит На улицу Вызывал у меня эмоции Как будто бы Я иду сдавать экзамен Вот такие Я не мог даже Сходить в парикмахерскую Потому что Сходить в парикмахерскую Для меня было Чем-то очень страшным Не из-за того Что меня будут стричь А из-за того Что Блять Типа чё В таком состоянии Когда я шел по улице И это при том Что я еще был жирным Если кто-нибудь Где-то рядом смеялся Или просто Посмотрел в сторону Где был я И я это заметил Мне обязательно Казалось Что объектом Насмешек Или чего-то Был я Я не знаю Как это объяснить Но это произошло Именно потому Что я долго Не выходил на улицу Если кто-то из вас Очень долго Не выходил на улицу Буквально Не выходил Прям заперся дома Вы понимаете О чём я Эта хуйня Развивается потихонечку Но На фоне Всей моей Пиздотни Которая происходила Для меня Это было Вообще Лютый трэш Лютый трэш Когда я был В этом состоянии Я плакал Блядь И не плакал Я блядь Не знал Просто у меня Блядь Это был полный пиздец По сути Ложился спать Я только тогда Когда вырубался Нахуй То есть Я вот ложился спать Там в 11 утра Наверное Где-то в 10 утра Пока просто И вот этим Эмоциональным пиздецом И Я просто вот так Вот уже И вот так Я ложился И засыпал Всё И вот так Я очень долго жил Супер долго жил Супер долго жил И вот Самой последней точкой Для меня было Это вот уже Прям буквально Суицидальные мысли Не на уровне того Что Я причём Кстати о них Никому не рассказывал Я ничего не писал У меня не было Никаких постов Там ещё что-то Я именно Как бы Сам собой сидел А ну может быть В чате Я иногда пиздел А да Я ещё помню Я тогда чату Обещал Что если я сделаю Самоубийство Я подрублю стрим Я сделаю это В онлайн трансляции Всё Я вспомнил Вот Мы естественно Осуждаем самоубийство И никак Их ни в коем случае Ребята Пользуйтесь услугами Профессиональных Медиков Помогайте себе Вот Значит И Вот тогда же Я уже А да И одним из последних Вот таких вот вещей В попытках уйти От пиздеца Это были Таблетки У меня были Рецепты Я уже Блять Даже не помню Название Блять Этих таблеток Там были Мне выписали Три или четыре Препарата Один из них Я помню Был охуенно Терлиджин По моему Или терлиджан Охуенно работал Фенибуд По моему Ещё какой-то Блять Ну короче Не важно Я уже Блять Не вспомню Название И значит Я Я прям Их хуярил Вне нормы Потому что Они прямо Жёстко торкали Они прям Буквально Торкали Я подрубал Стримы под кайфом Значит Сидел Блять Я разговаривал На стримах Вот так Ну как Нарик Я не верну Не так Как Нарик Укуренный Я вот так Говорил Да 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 Знаете Чат Чат Я вот так Разговариваю Это прям Буквально Вот так Было Прям Буквально Вот так На стримах Я прям Подрубал Здесь стримы На твиче И прям Вот так Разговаривал Я когда Я когда Подрубал стрим Чат мне сразу Писал Когда слышали Меня Вдолбился я Или нет Вот Сразу же Блять Значит Чё ещё Но те Кто вот Меня смотрит Много лет Они помнят Эти стримы Я мог Весь стрим Просто просидеть И на Вообще Ничего не делать Я просто А да Я помню Я подрубал стримы Я мог Три часа Я стримил По три часа И я Вот так Просто Все Просто Просто Вот Вот Блять Вы заходили На стрим Не было Вебки Вот так И вот И вот так Три часа Просто Какую-то Хуйню Мямлю А потом Я выключал Стрим Вот И Да в принципе Все А ну и все И потом А потом уже Произошла Вот эта Хуйня Что Вот эта Девушка У меня Ну вот так Все Вот это Блять Я как раз Тогда Как-то Вот переломилось Там что-то Я там Решил Блять Вот Жил Все Это Убрать Жир Свой Блять Еще Что-то Вот Знаете Какой-то Вот эти Начали Проявляться Вот эти Вот Какие-то Переломные Моменты Я как-то С собой Смог Бороться Но при этом У меня все равно Были Весь Пиздец Остался Я как-то Вот Через Какие-то Непонятные Где я находил Силы Я не знаю Потом У меня появилась Девушка И вот Все Вот так Вот Меня Через Не хочу Я помню Вытаскивали Пытались Меня Вытащить Там Еще Что-то Куда-то Там Встретиться Блять Вала-бала И Ну в общем Вот И вот Как-то Потихонечку Через Какие-то Пиздецовые Вещи Для меня Пиздецовые Вот Я это Все Преодолел А Единственное Что Я помню Даже Вот В начале Отношений Мне было Очень тяжело И меня часто Нахлынувало Я помню Мне было Так Для меня Большой Стресс Куда-то Вот Так Вырваться Даже Несмотря На то Что Я уже Начал Более Менее Адаптироваться И Мне конечно Тяжело Это давалось И меня Иногда Чуть Чуть Переклинивало В первые Времена Но Еще Не так Сильно Ну Не так Сильно Уже Как Было А Вот Через Какое То Время Уже Вообще Забейте Похуй Похуй И Все И Я избавился От всех Проблем Ну Как Избавился Во мне Есть Проблемы Но Они Контрольные То есть Они Под контролем То есть Нет Никакой Нет Никакой Пиздотни Я имею Ввиду Нет Ничего Нет Ничего Этого Плохого Как Ты Переборол Мнимость Перед А Когда Я начал Вырваться В люди Все чаще Чаще Гулять И так Далее И так Далее Она Сама Пропала Все Сама Все Пропало И Похуй Ну плюс Я еще Похудел Блядь И Вот Я плюс Похудел Еще Блядь Еще есть Одна хуйня Кстати говоря От мнительности Еще помогает Избавиться Внимание Противоположного Пола Вот Я когда Похудел И начал Там Выкладывать Какие-то фотки И так далее Появляться На людях Это Там тоже Начали Мне там Всякие Писать И в итоге Короче Тебе это Как-то Тебе это Повышало Немного Самооценку Сейчас Уже Похуй Но тогда Это было Важно Потому что Ну Типа Когда ты В таком Состоянии Понимаете Да Вот И Это Конечно Тоже Помогало Ну Типа Как бы К тебе Телки Сами Что-то Хотят Сделать И ты Такой Ха Ну Типа Видимо Не все Так Плохо Вот А потом Привыкаешь Еще К этому Привыкаешь К жизни И вообще И вообще Типа Похуй Становится И все И вся Мнительность Она уходит А ты хотя бы Переписывался Со знакомыми Нет Вообще Блядь Очень Прочти Ни с кем Не общался Буквально Пару слов Мог обмолвиться И все Я вообще Ни с кем Не общался Прям вот Вообще Ни с кем Это могут Подтвердить Все люди Которые Блядь Со мной Хотя бы Имели Контакт Какой-то Блядь Все люди Это могут Подтвердить Даже кучу Стримеров Которые Меня пытались Вытащить И никто Не смог Которые Мне писали Я вообще Вообще Ноль Ноль Я ни с кем Не общался Та почти Я мог Ответь на какие-то Сообщения Там Да-да Нет Все Иди нахуй Теперь Dead inside Ну Блядь Настоящий Dead inside Я могу сказать Так Настоящий Dead inside Полный Отстой Чуваки Полное Дерьмо Это нихуя Не круто Это нихуя Не пиздато Это нихуя Не пофильмовому Настоящий Dead inside Это лютый Трешняк Это не жизнь Это Безумие Реально Это какой-то Делириум Бесконечный Не знаю Почему это началось Ну не важно Почему это началось Эта страница Своей жизни Я оставлю Вот это Это кстати Одно из немногих Чем я не делился С вами Потому что Там Это Касается Не только Меня Ну типа Супер личный Там не только Меня И я думаю Что это Пусть останется Из-за девки Блять Нет Нет Чувак Есть фото Где ты толстый В инсте Вк не нашел Вот где я Прям на пике Веса был Нигде нет фото Ни фото Ни видео Нет нигде Но есть просто Где я Уже поджирнич А здесь еще Здесь еще Не такой жирный Блять Точнее говоря Разные штукенции Увидите Но она такая Как бы Чувствуется Здесь еще Здесь еще Не такой жирный Это Это только начало Это 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 Не 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 Это еще Не такой жирный Был жирнее Я хз Че такое Тоже ничего Не хочется От жизни Учебу бросил С родными Даже общаться Не хочется После работы Прихожу Залипаю Видосы И спать Не знаю Что будет дальше Последние месяцы Стал дуть Вроде лучше Ой нет Лучше не начинать Дуть Ты упоминал Про неуверенность Себе Да неуверенность Себе Блять Была Из-за Того что было Жирно И вообще Было Депрессии Такое Из-за этого Исключительно Все ушло И все ушло Ну так что Больше всего Помогало Выйти из того Состояния Да все вместе И девушка Которая появилась И собственные желания Ребят Нет Короче Нет якоря Вот что могу сказать Просто по себе Нет ебаного якоря Нет Не было ничего Что Вот вы берете Начинаете это делать И у вас появляется Желание избавиться Блять Вот просто щелкнуло В голове Вот Вот блять Сами Вот как Ну сам Не было Никакой там Я начал заниматься Рисованием Там блять Или я начал Ну вот все в совокупности Понимаешь Могу сказать одно Что пока ты сам Блять Не поймешь Что полный пиздец С твоей жизнью Нихуя не будет Нихуя не будет Все эти привычки Ебучие Все эти загоны В голове Все это Ты нихуя Ну никто не поможет Поменять Ну никто Ну не будет у тебя Няньки Которые будут контролировать Каждую секунду Твоей жизни И чтобы ел ты Нужные вещи И чтобы делал Нужные вещи Ну не будет Этого человека Блять Никогда Никогда Блять Нихуя не поможет Если ты сам Вот у тебя вот Не щелкает в голове Другие люди Могут тебя лишь поддержать Когда у тебя уже Щелкает в голове Вот у меня щелкает В голове И у меня появилась Там еще девушка И так далее Она мне очень сильно помогла Она меня вытащила Из кучи дерьма Но все равно Если бы у меня Самого не было желания Не было вот этих вот действий Никто бы не помог Никто Не важно Блять Бесполезно Я без таблеток Смог бы А без таблеток Смог бы в то время Пережить Как думаешь А я не могу Сейчас сказать На самом деле Мне Тяжело Ответь на этот вопрос Но Наверное Лучше бы я их Не принимал Потому что Ну смотрите Я уже прям сидел Я говорю Я прям сидел На этой хуйне Прям Это была не терапия Это была наркомания Ну блин Буквально Это была наркомания Не знаю Блять Наверное Это плохо Просто У меня Это Как то вот Я не знаю Блять Как то вот Может у меня Сила воли Все таки есть Блять Какая то Когда вот Я хочу Вот знаете Она какая то Просто Несгибаемая У меня Блять Ну вообще Да Я очень Я очень Принципиальный Очень принципиальный И когда я что то делаю Что мне очень нужно Я пизданически Дотошный То есть Вот эта хуйня Позволяет мне Просто Максимально Постальному В абсолютно просто Демонических Рамках Существовать И Блять Двигаться Какой то цели Если мне прям Что то охуеть Как нужно Просто Блять Я это понял И по похудению И по другим вещам Поэтому наверное Вот для меня Это вот Мне удалось Как то Не быть От этого Зависимым Как то вот Просто взять И слететь С этого Блять Вот А у другого Человека Ну возможно Не получится И пойдет Что то дальше Понимаешь На другие Какие то наркотики Блять Еще что то Я не знаю То есть Что то будет хуже Ты примерно Год назад Тоже не захотел Шапку одеть Когда тебя попросили Ты ее боишься Ассоциируешь ее с прошлым Блять Ебать Ты хуйню нагнал Чувак Мне когда просили шапку Я ее надевал Держу тебя в курсе Мне просто Не хочется идти Блять Сейчас В ебаный шкаф Рыться Блять В одежде Искать ебаную шапку Пиздюхать обратно В комнату Блять Садиться блять И не просто В падлу Блять Это делать Скажи думаешь Как думаешь Стоит обратиться Психологу Или кому то подобного Или просто Я дебил ленивый И надо перебороть себя Я ебу блять А чего у тебя за проблемы Это охуеть блять Стоит мне Чувак Мне стоит ногу лечить Эээээ Эээээ Да Нет Чё? Брасно, блядь Серёга, господи, ты просто открыл мне глаза И я понял, что самое яркое проявление моей депрессии Это то, что я боюсь идти мимо людей Обхожу большие толпы Чтобы надо мной не насмехались за моей неуклюжести Всегда молчу, когда прохожу мимо кого-то Если иду с кем-то и веду диалог Себя затыкаю еще рядом идущего Лень, вечная лень Откладываю все и при этом постоянно корю себя за это Ужаснейшее состояние Реально искренне спасибо тебе Круто, что ты понял, Бешута Главное, закрепи это в голове и преодолевай Всем на самом деле на тебя поебать, братан Вообще это нехорошо, но в твоем ситуации это хорошо Всем похуй Никто не смеется над тобой Никто даже не смотрит на тебя, всем поебать Люди бегают с голым очком, блять И трясут хуи А мимо них идут просто люди, даже не оборачиваются Всем похуй А уж на тебя-то вдабавок похуй А если я всегда таким был Значит ты всегда был хуевым Работай над собой, сновись лучше Есть две Два способа у человека Разобраться со своими проблемами Ничего с ними не делать И сделать вид, что это нормально Что ты просто не такой, как все Что просто бывают вот такие люди И ты начинаешь других убеждать, чтобы они начали принимать таких людей, как ты С твоими проблемами А есть второй путь Просто сказать, что у тебя проблема И решить ее Потому что это ненормально Каждый выбирает путь свой Я выбрал путь Исправления проблемы Потому что я понимал, что это ненормально То, что ты всю жизнь был вот таким Это проблема И ее нужно исправлять Ты не особый вид человека Ты человек, у которого проблема Которую ты не решаешь Всю свою жизнь Вот ты кто Так что Я так понимаю, чтобы выйти Из этого Надо в тупую что-то делать И не накручивать себя Надо, да Надо работать эмоционально И так, надо что-то, да Надо что-то делать Определенно Но точно не сидеть Что-то делать По-другому никак Начать работать над собой Обращаться к специалисту Если тебе это нужно Общаться с людьми Если не можешь общаться с людьми Начни общаться с доктором Это реально может помочь Даже не с точки зрения Чтобы доктор тебя из депрессии вытащил А с точки зрения разговора Разговора Чтобы ты с кем-то поговорил Кто тебя попытается понять Это очень может сильно помочь На фоне этого Ты начнешь делать свои собственные выводы Потом перестанешь туда ходить Начнешь уже самостоятельно У тебя появятся силы и мысли Чтобы разбираться сам с собой И все И потихонечку будет трудно Но это как снежный ком Сначала будет мало-мало А потом фу-у-у-у И все И через там несколько лет Ты будешь вспоминать себя И не понимать Как ты жил Как ты жил Ты будешь вспоминать себя Как ты жил Ты вроде бы сейчас думаешь Наверное что нормально Ну в целом нормально Но есть проблемы Ну ничего страшного Ну нормально в целом Но потом Когда ты от этой хуйни избавишься Ты взглянешь назад И поймешь Что все было Нихуя Ненормально Ненормально было Вообще Было дерьмово Это не норма Ты просто адаптировался Но ты адаптировался К говну Говно нормой от этого не стало Ты просто его нормой считаешь Но оно осталось говном Знаешь Можно жить в комнате С тараканами Но тараканы От этого не станут Как котиками Ты все равно живешь В комнате С ебучими тараканами Которые откладывают Личинки Блять и так далее Я игнорировал Свою проблему Аргументируя тем Что есть люди Которых жизнь хуже Чем у меня И представляла Что у меня Все норм Всегда Кому-то хуже Блять Но твоя жизнь От этого лучше не становится Есть человек У которого Один миллион Долга Рублей А есть человек У которого Десять миллионов Долга рублей И тот И тот Человек Нищий И несчастный И социально Незащищен И то что Кто-то должен Больше Твою защищенность Никак не поднимает И уровень жизни А если я врачам Не верю Как мне быть Ну тебе Начать Как тебе быть Блять Образование получать Пытаться Становиться Образованным человеком Узнавать Как работает Организм Как работает Вообще Что Кто такие врачи Чем они занимаются Ну то есть Получать образование Я часто Я 12-14 Думал О смысле жизни А сама Выпили И то что держит Меня от того Чтобы сделать это Думал у меня Депрессия в 0 лет В итоге Нашел свой смысл В том чтобы делать Что-то Что тебе нравится Вот и играю В видеоигры Потрясающая история За последние полтора года У меня умерли Бабушка и дедушка Чувствую себя Ну уж очень Долго плохо Без эмоций Чувств каких-либо Помогает только писать Что-то в плане рассказов В семье Вообще полный Кобздец Но стараюсь Как-то вырваться Из этой обстановки То есть ли ему Помогают Бля Я сейчас скажу Очень жестокую штуку Возможно Многие из вас Узнают себя в ней Я не говорю Что у тебя Такая штука Потому что я не знаю Какие у тебя были Взаимоотношения Но есть Одна хуйня Есть Некий Антон Давайте Назовем его так Это вымышленный Человек Если что Есть некий Антон И у Антона Все очень плохо Ему грустно Но грустно Антону Не потому что Невкусно Блядь А грустно Антону Просто там Да по-разному Грустно Антону Антон там вроде Может быть и сам Понимаешь Что какая-то хуйня Творится Непонятная Но вот ему грустно Вот он в этом состоянии Живет И тут у Антона Умирает бабушка Честно говоря Антону в целом Поебать Ну грустно конечно Немножко Бабушка умерла Но Антон не в истерике Антон не в печали Какой-то глубокой Антон не сидит от этого И не пьет водяру В надежде вернуть бабушку С того света Плачет Сидя у нее на могиле И Антон понимает Что смерть бабушки Это отличный повод Усилить Причины Своей Депрессии И что самое главное Объяснить их Для самого себя По сути Себя обманут И теперь когда Антон Рассказывает Что же у него случилось Он рассказывает Что да вообще Жизнь хуевая Да и вот бабушка умерла До сих пор выбраться не могу И живет так Антон С появившейся причиной Для горя Хотя сама причина Горе у Антона Не вызвало особого Но вот Это отличная И уважительная причина Чтобы Выглядела она так Как будто бы Причина для горя есть Я Не запутал вас И вот так Антон Собирает Все эти причины Даже те на которые Ему на самом деле Похуй Но никто не знает Ведь что ему Похуй на них А причина уважительная Я если что Не про тебя Но Может быть и про тебя Об этом знаешь Только ты Это жестоко Но это реально Я просто хочу Изолироваться Ото всех Я часто слышу Как в СМИ говорят О высоком уровне Самовыпила в декабре А мне самому кажется Что летом Дела обстоят хуже всего Ведь именно в это время Нужно выходить на улицу Веселиться и так далее И тому подобное Зимой у меня По крайней мере Есть оправдания Чтобы ничего не делать Нехватка энергии Для выполнения дел Несмотря на желание В точку При этом у тебя в голове Ну хорошо СГФ Я же говорю Я не про тебя Я же откуда мне знать Ты уж там сам решишь Про тебя Не про тебя Веб постоянно Крутится мысль Что ты виноват Когда ты смотришь в зеркало И видишь себя Абсолютно пустого И удивляешься Как ты до этого докатился Именно А еще мне больно Смотреть на старые фотографии Кажется будто я всего лишь Моргнул А того счастливого человека Уже и нет в этом мире Ненависть к себе За то что я такой Беспомощный И в то же время Невозможность Что-либо с этим поделать Внезапный резкий спад После небольшого подъема Бесчувственность И ежедневная тоска Осознание того Да, да, кстати Вот это вот Резкий спад После небольшого подъема Тоже жизненно Как много ты не делаешь Я понимаю Что я пренебрегаю Мытьем посуды Стиркой и работой Но это понимание Не помогает мне найти мотивацию Чтобы исправить ситуацию И снова начать Уполнять обычные дела По сути Такое поведение Частенько врубает Свой тумблер Самокритики Отчего тебе становится Еще хуже К счастью В своей жизни Я столкнулась Лишь с одним эпизодом Депрессии А сейчас я принимаю Лекарства Которые очень мне помогают Наряду с терапией Пожалуйста Обратитесь за помощью Если это возможно Я знаю Что сделать это Порой бывает трудно Но внешняя помощь Действительно играет Важную роль Обнимаю всех Кто столкнулся с депрессией И другими психическими заболеваниями Полная потеря Самого себя Ты вроде как Обладаешь Определенным характером Увлечениями У тебя всегда есть желание Что-либо делать И в моменте Все это просто исчезает Ты больше не хочешь Ни с кем разговаривать Ты даже не хочешь Встать и сходить в туалет Ты можешь часами Лежать в постели И то что тебе очень нравится Ты уже не можешь делать Даже не замечать этого Потому что твой мозг Полностью и окончательно Отключился от тебя Это очень неприятный И выматывающий опыт Все это время Ты винишь себя за то Что ты такой бесполезный И жалкий И так ты буквальным образом Теряешь самого себя Этот коммент Тронул меня больше всего Я только на этой неделе Начал принимать лекарства И я знаю Что на терапию Уйдет немало времени А я уже начал пропускать Работу из-за своего состояния Я принимаю много ксанекса Но сил мне хватает Лишь на то Чтобы за день Сделать какое-то одно дело Я понимаю Что вероятно Вскоре решусь работы Но я все еще Не могу взять себя в руки Я продолжаю злиться на себя И отстраняться от друзей И любимых Потому что не могу Выносить себя И чувствую Что я не заслуживаю Внимания близких А окружающие продолжают Говорить Что мне нужно Взять себя в руки И выкарабкаться Из этого дерьма Спросите людей Которые знали меня 6 лет назад Я был веселым парнишкой Который собирался Получить лицензию Пилота частных самолетов А теперь я тупо застрял В сточной канаве Которая становится все глубже Когда кажется Что ничего не помогает С людьми Физические упражнения Готовка любимого блюда Отдых Прослушивание бодрящей музыки Просмотр фильма Или передачи Или даже любимое хобби Не могут вывести вас Из этого состояния Когда наступает Чувство безнадеги Жить с человеком У которого депрессия У моей девушки депрессия Она ходит к врачу И принимает лекарства Но иногда всего этого Ей недостаточно Одна мелочь Может полностью испортить Ей настроение на день Или даже больше Я люблю ее И всегда буду рядом Но мне кажется Многие люди не понимают Насколько все это тяжело Да, так и есть У меня сейчас депрессия И моя девушка Сильно переживает Когда мое счастливое Радостное настроение Резко падает До сильной и безутешной грусти Так было и вчера Я переборол это состояние А потом оно повторилось вновь Она говорит Что хуже всего то Как быстро все меняется И что я часто злюсь Расстраиваюсь Когда она пытается мне помочь А когда она этого не делает Из-за страха Что я на нее опять начну орать Я впадаю в еще более глубокую депрессию В итоге она просто опускает руки Потому что ничего не может сделать Чтобы мне помочь После чего мне становится хуже Из-за того что я ее расстроил Такой вот замкнутый круг Но я работаю над этим Большое спасибо за просмотр В комментариях Ой На удивление оказалось неплохое видео Какой спич у нас Видите Произошел на его фоне Видео называется Жуткие признаки депрессии